Учащиеся пятой школы поселка Айхал знают, помнят и гордятся историей своей великой родины. Так в конкурсе проектов «Я помню и огоржусь», которые посвятили 70-летию Победы, приняли участие почти все средние и старшие классы. Ребята представили проекты о создании школьной галереи, электронной книги об истории военных лет, фильмах о героях войны. С какими инициативами выступили айхальские школьниками, расскажет Оксана Мезенцева. Ученики пятой школы начали серьезную работу в преддверии 70-летия Великой Победы, выражая признательность нашим предкам за их подвиг в годы Великой Отечественной войны. Так, например, учащиеся шестого класса планируют рассказать о ветеранах войны и труда, проживающих в поселке, как на школьном радио, так и выйти на районный уровень. Ребята постарше в канун знаменательной даты в одном из кабинетов учебного заведения планируют открыть школьную Третьяковскую галерею, тем самым сделать доступной школьникам российскую живопись периода Великой Отечественной войны. Не обошлось и без спортивных мероприятий. Проект «Путь к победе», а в частности военно-патриотическая игра, заинтересовал и учеников, и учителей. Игра будет состоять из исторических сведений, спортивных, сплочающих заданий. Задача разнопланова для сплочения коллектива. Многие проекты были ориентированы на то, чтобы рассказать жителям поселка и не только об истории Великой Отечественной войны, её героях, значимых датах, страшных цифрах войны. Так семиклассники уже начали создание электронной книги «Мы не забудем никогда», где можно будет ознакомиться с творческими работами самих учащихся. Ещё у нас впереди много материала. Мы хотим сделать книгу о фронтовиках Якутии, России, Айхала. Ученики пятого класса решили принять участие во всероссийском проекте, рассказав о памятниках на территории своей малой родины школьникам всей страны. Очень много проектов прозвучало, очень много идей толковых. Я считаю, что это должно быть каждый месяц и относиться не только к таким датам, как победа. Вообще социальные проекты должны быть на разной направленности. И почаще будут такие дни, когда можно выслушать других и самому высказаться. Всего будет реализовано 14 значимых проектов. Многие идеи будут воплощены в жизнь уже в ближайшие недели. Школьники подошли к каждому проекту с особой ответственностью, понимая, какой же ценой далась эта победа нашей стране.